но вернемся однако камняныки оставляя в памяти конечно все вышесказанное находки доктора карьеры не были впервые обнаруженными артефактами такого характера и до него добывали по случайности камни покрытые рисунками и все они ныне находятся в основном в частных коллекциях наука безразлично относится к этим находкам исследователи с уверенностью признали что все ныне известное только часть каких-то невообразимо больших творений древних народов живших в этой в этой местности скорее всего ну не принесли же ее допустим какие-то путешественники из азии или европы они полны ныне труднообъяснимых символов и одновременно иллюстрируют знания и события древних эпох о которых правда мы не имеем никакого реального представления если можно так выразиться то техническое исполнение этих гравюр на камнях совершенно ни на что не подобно и абсолютно чуждо всех известных и исследованных до наших дней и совершенно совершенно иных культур а фигуры изображенных абсолютно не похожи на индиан имеют иное анатомическое построение видно и что изображенные были очень высокого роста еще рядом с ними мы видим вымерших как считается животных живших миллионы лет до наших дней не увидим мы тут не кошек собак обезьян коней и тому подобное исполнители камней окружала скорее всего иная фауна нет также изображений всяких там нло и существ из космоса как мы ныне их представляем то есть воображаем но надо заметить никаких явных свидетельств письменности на камнях также нет или существа создавшие столь высоко технологические вещи не пользовались письменностью то есть были абсолютно безграмотны нас это не удивляет и не свидетельствует о том что нашему убеждению о их ограниченной развитой цивилизации скорее наоборот но об этом ниже для нетерпеливых предлагают вспомнить хотя бы утверждение шим шукам и других что регресс цивилизации и начиная и начинается он с приобретением человека способностью говорить а затем и писать да да именно научившись говорить потеряв свою способность общение на каком-то ином уровне человек начал написать это так к размышлению и об этом ниже и по другому поводу и тут упомянем что после первого периода молчания с 1968 года с подачи археолога джона хоуэнда ровы узнавшего камни за фальшивки ну такой был большой ученый начался а началась вернее оглушительная и постоянная компания очернение доктора так же как и очернение и высмеивание его великолепной коллекции не будем тут разбираться в нюансах этой грязной компании продолжающаяся и в наши дни думаю чего не коснись древней истории и даже не так уж древней это можно наблюдать везде и всюду жвачное животное каким каким из человека делают современное существо называющие себя человеком поглотит не раздумывая любую ложь если она не затра не затравливают его серой и сытой почти безопасной жизни его действительной теперешней экзистенции а